На стадионе «Динамо» озаботились вопросами освещения. В Новый год здесь шагнут с новыми лампочками. На главной Сыктывкарской лыжне началось полное техническое перевооружение. Старые лампы здесь меняют на современные светодиодные. Тренировочному процессу работы никак не мешают, зато сами лыжники уже отметили явные плюсы нового освещения. Репортаж Виктории Палкиной. На трассах лыжной базы «Спортивная» в прошлом «Динамо» уже заменили 44 светильника. Они освещают больше тысячи метров лыжни. Местность здесь неровная, и новые лампы, по словам спортсменов, сделали трассу безопаснее. На спуске лыжню лучше видно стало. Там, когда, например, с тем освещением было, иногда очки оденешь, маску, иногда лыжню не видно. Проект реконструкции освещения лыжни реализовали в рамках гранта регионального управления по занятости населения. Социальную идею сыктывкарских активистов оценили в 300 тысяч рублей. На выполнение работы шло чуть больше двух недель. Светодиодные лампы – это более прогрессивные лампы, дают свет мягкий, приятный глазу. И самый большой плюс данных ламп – то, что они экономят электричество и, соответственно, наши деньги в порядке в четырех раз. Главное, что успели к новогодним каникулам, говорят активисты. Поток любителей лыжного спорта в первые дни января вырастает в разы. Новое освещение позволит принимать посетителей вплоть до 10 часов вечера. В преддверии новогодних праздников очень важно, чтобы люди не только сидели дома, а уходили, дышали свежим воздухом, катались на лыжах, занимались спортом. Ну, наверное, это основная задача, для чего это было сделано. Чтобы людям было комфортно, удобнее, удобнее и больше людей выходили на лыжню. Впрочем, одной замены ламп здесь не обойдется. В планах активистов – расширить саму трассу. Плюс установить антивандальные тренировочные комплексы. Вечером в будни эту освещенную трассу между собой делят любители и профессионалы. По словам наставников, зачастую обычные горожане мешают тренировочному процессу. Но найти общий язык помогает один девиз. Сыктывкарец значит лыжник. Виктория Палкина, Павел Фетисов, телеканал Юрген Сыктывкар.